доброе утро все меня зовут елена ронина я рада приветствовать вас у меня на канале который называется елена ронина культ поход с писателем и сегодня еще одна у нас литературная встреча будем говорить о книгах и мы сегодня это видео посвятим одному автору нашему современнику вот у меня уже целая серия прошла таких видео и я знаете поняла что мне они интересны я их буду записывать и но в основном это наши современники буду вам рассказывать о них о том что я люблю кого я люблю книги которые я читаю или книги которые вот произвели на меня какое-то такое неизгладимое впечатление сегодня у нас кодзу и сигура и как всегда я приготовила три книги этого автора поговорим немножко о нем кодзу и сигура автор которого который с одной стороны пишет о нашем дне с другой стороны все его произведения немножко мистические немножко фантастические и этим он притягивает потому что ты никогда не понимаешь где ты находишься в сегодняшнем дне или это мир выдуманный и неужели такое может произойти с нами когда-то то есть он пишет о том что вот вы живете себе спокойно а зря потому что завтра все может быть совершенно по другому и знакомство с этим автором у меня началось с фильма фильм который называется не отпускай меня вот я вам приготовила эту книжку покажу сначала я посмотрела фильм пришла в полный ужас написала рецензию на этот фильм найти у меня есть такие рецензии с пометкой не что вообще не рекомендую я вам смотрите этот фильм если вы психически нормальный человек я вот как-то случайно набрела на него поздно вечером начала смотреть остановиться не смогла и вот пришла вот полночи не спала кстати говоря вы знаете вот у меня есть такие рецензии потом эти фильмы смотрятся очень много народа и мне вот написали что елена вот вы посмотрели что-то написали вообще-то разберитесь и совсем из и с фильмом и с автором и да я поняла что что сценарий этого фильма написал как и книгу по которой создана было это произведение кодзу и сигура я приношу эту книгу ужасную конечно читать не буду я пошла в магазин чтобы купить другую книгу этого же автора кодзу и сигура остаток дня но книги не было и купила вот эту книгу я ее прочитала и хочу сказать что эта книга меня просто потрясла она меня знаете вот не оставляет до сих пор потому что она настолько знаете нас вот погружает тебя самого в мысли о том как ты живешь сегодня и что может произойти завтра это о чем я уже сказала что в общем становится страшно немножко об авторе кодзу и сигура родился в пятьдесят четвертом году в японии в городе нагасаки в японской семье папа у него океанограф и когда ему было пять лет кодзу и сигура семья переехала великобританию отца пригласили великобританию на работу и в общем все они остались в англии и кодзу закончил там свое образование он вообще мечтал быть музыкантом он еще получил музыкальное образование но после своего образования он не сразу начал заниматься по какой-то деятельностью вот а он отправился в путешествие я вижу что люди на западе так часто поступают на самом деле это очень правильно потому что ты еще не знаешь чем ты будешь заниматься и и не важно на что тебя учили долгое время вот меня например тоже долгое время учили я по профессии экономиста долго по своему высшему образованию долго работала и работала долго главным бухгалтером в разных предприятиях пока наконец мне в голову не стукнуло что вообще-то я у меня другое совершенно предназначение и я занимаюсь не своим делом и вот сейчас пишу книги и получают этого огромное удовольствие но это тяжелый труд но просто я не могу этим не заниматься и потому какие я от вас получаю какую обратную связь я понимаю что я занимаюсь своим делом вот кодзу и сигура он начать начал смотреть по миру и даже записывал какие-то песни и даже с известными группами но потом он начал работать журналистом и в итоге он стал тем кем он стал он стал писателем и вот этот его роман не отпускай меня он сразу вошел в список 100 лучших английских романов всех времен по версии журнала тайм и это он уже стал лауреатом бук букеровской премии за роман остаток дня но и на сегодняшний день это еще и нобелевский лауреат вот мы сегодня с вами говорим о таком маститом авторе хотя вот не так много уж ему и лет и так не отпускай меня чем же страшен этот роман он страшен тем что он рассказывает о детях о детях которые живут в интернате и вроде как у них такая простая жизнь с их увлечениями с футболами с играми с какими-то знаете приятием и неприятием этой этих жизненных ситуаций здесь они друзья здесь они переругались но обычные дети обычные да необычные потому что им уготована необычная судьба этих детей готовят к тому что они станут донорами и они об этом знают и знают об этом их естественно наставники учителя не знают к чему готовится и они готовят эти этих детей и они им рассказывают ну да вот такая жизнь вот кто-то вот так живет богатыми и красивыми у них длинная интересная жизнь а кто-то извините но вот эти же люди которые богаты и вот хорошо живущие они же когда-то заболеют возможно вдруг и что им делать им же нужны будут и сердце и почки и печень или рука и нога ну вот вы видите вот для этого здесь существуете вот такой вроде как дикий совершенно абсурдный роман написан вот таким очень простым очень бытовым житейским языком и ты когда оказываешься внутри этого романа вообще не понимаешь как так можно жить где справедливость почему никто не возмущается почему никто не скажет довольно что это ужас ужасный я этот роман пропуск прочитала давно сейчас я и думала боже мой неужели такое возможно в нашем мире но вот за это время чего только не произошло и пандемия и начались вот эти войны за передел я не знаю мира или чего за справедливость и понимаешь что вообще все возможно наверное вот это тоже будет возможно как уберечь себя мир от того чтобы мы не не привыкли к тому что в мире есть жестокость что в мире есть вот такое рабство что люди могут спокойно проглатывать то что им дают то что им говорят то что вот правда это правда отдельная история про этих учителей и вообще людей которые идут на то чтобы вот как какие-то дети были вот такими я когда писала рецензию потом уже на роман и сейчас ее про перечитала и обязательно еще знаете опубликую ее на своем телеграм-канале вы на мой телеграм-канал заходите я там про все книги которые я прочитываю вот обязательно пишу рецензии но это мое личное мнение но кстати говоря знаете я поняла что мои рецензии на театральные постановки на кинопостановки как правило всегда в разрез идут с кинокритиками но потому что я просто вот любитель человек который много читает много смотрят и мне хочется про этом об этом рассказать я этот роман даже сравниваю с романом шлинка чтец потому что вот там тоже надзирательница когда она в газовую камеру отправляла ребенка и хотелось помочь чтобы вот он там не споткнулся когда он шел в эту газовую камеру на самом деле абсурд вот такой роман не отпускай меня остаток дня есть фильм такой очень известный тоже по этому роману называется на исходе дня значит и этот это совсем другой фиг кстати говоря и этот фильм даже осмотрела до того как вообще я опять же узнала про кодзу и сигура посмотрела потому что там играет энтони хопкинс и эмма томпсон мои любимейшие актеры под любимейший не пропускаю ни одного фильма ни с одним ни с другим потому что но они абсолютно гениальные это фильм про дворец кого совсем из другой жизни вообще чем не нравится кодзу и сигура если он что-то пишет он вникает в детали вот я считаю что автор должен этим заниматься он четко должен знать чем он пишет о чем он пишет но он не должен вот знаете упиваться вот этим моментом знаешь напиши два слова напиши атмосферу и обстановку а не рассказывай нам историческую справку может быть я сама тоже иногда грешу вот этим делом но вот когда я читаю такую литературу я понимаю что это неправильно вот у кодзу и сигура у него все выверено и так дворецкий человек который тоже посвятил себе свою жизнь вот работе в большом доме в большом дворце при том что это идет вот да вот даже видите у меня есть какие-то закладочки не хочу вас отвлекать от видимо хотела чтобы еще что-то я перечитала здесь из поколения в поколение в семье все работают вот в этом дворце и они в итоге достигают места этого дворецкого как правильно работать на этом месте как с достоинством занимать то или другое место которое тебе уготовано в этой жизни с одной стороны с одной стороны до быть настоящим профессионалом с другой стороны это опять знаете вот немножко про про рабство с одной стороны про служение и про верности профессии а с другой стороны все равно вот у тебя есть это предназначение в жизни и ты должен этому предназначению строго следовать насколько это правильно так ли нужно жить в любом случае вот именно об этом мне кажется этот роман заставляет задуматься и заставляет вообще нас пересмотреть свою точку зрения вот по этому вопросу еще раз конечно этот роман интересный поскольку мы погружаемся в тот мир о котором мы абсолютно ничего не знаем с его деталями и мелочами и конечно вот то английская чопорность это английская необыкновенная последовательность и организованность в жизни вот это это очень интересно роман знаете вот этот роман он достаточно философски здесь знаете мало чего происходит здесь очень много такого описательного здесь очень много такого неспешного и тем не менее вот этот роман тоже знаете читается хорошо интересно кстати говоря сразу вам хочу показать вот эту серию белая птица вот эти книги совсем других денег стоит по 250 рублей может быть здесь не очень хорошая бумага но тем не менее знаете хороший шрифт и она легкая и она вот я эти книги люблю покупаю их с удовольствием и честно говоря прямо еще вот когда прихожу в книжный магазин именно эту серию потому что значительно дешевле еще одна книга вот уже у нас кодзуи сигура стал нобелевским лауреатом лауреат нобелевской премии по литературе и это роман клара и солнце радостный видеть что даже после нобелевской премии сигура не забронзовел и продолжает экспериментировать текст начинается как пиксеровский мультфильм про живых кукол в витрине но постепенно наполняется тихой жутью и тайнами настоящего готического романа когда есть ощущение что происходит что-то нехорошее но что именно неясно это неясность страшнее любого чудовища да кстати говоря вот этот роман прям я ждала и как только он вышел я прям поехала бегом побежала на арбат и вот на арбате купила эту книгу ну совсем другие деньги уже 900 рублей ну что делать ну вот я его схватила вот в такой красивой супер обложке вот книга выглядит вот так вот и обложка очень красивая о чем этот роман все романы на самом деле и сигура они очень разные что тоже знаете интересно говорят что настоящая книга вообще автора это его вторая книга потому что если в первой книге он получил какую-то известность это еще ни о чем не говорит первую книгу как правило раскупили друзья приятели ну и люди чтобы посмотреть вообще он имеет место быть а дальше смотрим на вторую книгу так вот кодзуи сигура он в каждой своей книге он пишет по-другому он пишет на другую тему у него есть например сборник таких эссе ноктюрные по моему там пять вот таких вот произведений очень разных или такие рассказы они такие очень музыкальные но не может же музыкант в бывшем высших музыкантов не бывают да обязательно про музыку хочется писать опять немножко про себя я тоже вот поскольку неравнодушна к музыке эта музыка тоже все время у меня льется из каждого моего романа ничего не могу с собой поделать потому что это идет фоном моей жизни и так вот эта книга о чем здесь про роботов про то что у каждого ребенка в будущем будет помощник кукла то есть куклу которую он выбирает себе это не просто кукла а это как бы его второе я это тот самый ребенок который будет расти вместе с тобой который тебе будет помогать вот такой помощник и вот как эти куклы вы сначала тебе кажется что эта кукла на самом деле вот как мы боимся же куклы буду что кукла она может тебя убить что кукла станет сильнее человека и сегодняшние фантасты об этом очень много говорят о том что бойтесь машин которые вас убьют у кодзоу и сегоры совсем другая история эта история о том что люди настолько в этой жизни стали эгоистами настолько перестали ценить то что есть у них сегодня что они в какой то что в какой то момент как раз машины могут стать человечнее чем те самые люди а еще здесь такая страшная совершенно тема что ребенок вот растет растет все дети одинаковые вот я вам рассказываю так пунктирно а в какой то момент родители принимает решение что этот ребенок может стать продвинутым для этого надо сделать операцию для этого с этим ребенком он может вообще умереть заболеть и вообще на свалку этого ребенка а может он стать гениальным каким-то очень продвинутым в этой жизни и успешным и это не такой большой процент родители должны выбрать туда или сюда как выбрать как сделать этот выбор и и вот знаете я подумала опять же в свое время писала рецензию на эту книгу тоже опубликую на телеграм-канале на своем чтобы она не потерялась и не забылась это что же про сегодняшних нас про нас которых мы пичкаем своих детей бесконечными уроками бесконечными занятиями тут у вас английский тут у вас спорт тут у вас математика тут у вас я не знаю программирование языков должно быть много и среди них должны быть восточные языки обязательно неизвестно с кем россии придется дружить завтра вот кодзу и сигура автор японского происхождения которые пишет на английском языке таких совсем авторов совсем немного например владимир набоков который тоже прославился когда он писал уже на английском языке на языке который ему не родной очень многогранный писатель очень интересная я сегодня сейчас говорю про кодзу и сигура но конечно в нем есть его восточность и в нем есть конечно же самурай и японец хоть он и выехал из своей родной страны когда он был совсем ребенком в нем остается потому что он живет в японской семье и есть японские традиции и все равно когда вы будете читать его романы об этом не стоит забывать и это на подкорке должно у вас обязательно отложиться ну вот кодзу и сигура и три его романа естественно у него их значительно больше вот я сегодня выбрала для нашего разговора вот эту тройку для меня потому что они на первом месте это для меня лучшее у кодзу и сигура возможно я буду читать дальше и что-то мне еще понравится сниму еще раз еще другое видео ну почему нет ну а я рада что мы с вами читаем сегодня что мы вместе интересуемся литературой мне кажется что это очень важно читать разных писателей читать другое мнение что-то новое для себя открывать и в других странах обязательно и иностранных авторов обязательно и сравнивать и мир он очень многогранный он очень большой и все равно планета у нас общая все мы на одном земном шаре умещаемся ну и я всем желаю мира и добра да как говорят японцы вот так вот берегите друг друга а я рядом а а а Субтитры сделал DimaTorzok